А где твои 17 лет? На большом горе! На зоне твои шансы не стоят! На большом горе! А где тебя сегодня нет? На большом горе! Этот спектакль для тех, кто хочет почувствовать Высоцкого на уровне эмоций. Из текста почти одни песни. Порядок не случайный. Через них можно проследить всю жизнь автора. Диалоги только для предыстории. К примеру, после таких документов появилась песня про мангустов. Фактически нарушала трудовую дисциплину. Не являлся на спектакле, как и у театра, но и рабочего нет резкого состояния. Что вынуждало в мангустовом театре срочно замену его в театре? О жизни бар до полтора часа рассказывают только два актера. Создатель спектакля Никита Высоцкий признается, главная роль создавалась именно для Алексея Зыкова. Высоцкого в его исполнении нескучно слушать и несколько часов. А вот Светлана Григорьева на сцене воплощает всех женщин, которые были в жизни звезды. А ты вырослась из пиджака и сынера, уже на сцене. Музыка вы в драку не вмешивалась. Но молча борелась за тебя. А когда собрались, что ты провези, нам принесли бесплатный ужин. В год литературы творчество Высоцкого уделят немало времени. Нас снова ждет межрегиональный фестиваль бардовской песни «Вертикаль». Он уже проходил в нашей области. К нему приобщают даже совсем маленьких, которые, казалось бы, до переживания автора еще не доросли. Дети настолько здорово и проникли с этой темой. Они писали сочинения, они рисовали рисунки. А самое главное, они пели песни и читали стихи. Это было очень здорово. Финал проходил в городе Берховце. И эта идея, мы еще раз пытаемся на более широкий масштаб поставить. Идею фестиваля поддерживает и сын поэта. По его мнению, в России сейчас то время, когда Высоцкий особенно нужен. Вот и спектакль «Райские яблоки» существует уже 10 лет, но по-прежнему пользуется популярностью как в нашей стране, так и за рубежом. Секрет, конечно, в энергии песен Высоцкого. Я всегда волнуюсь. И вот когда люди приходят в зал, для меня это вот как открытие. Очень много лет прошло. Ну, почти вся моя сознательная жизнь прошла как без него. А он нужен. Я думаю, что молодые люди, опять же, спрашивать надо их, но он им нужен.